Слава Господу! Меня зовут Владимир, я живу в штате Вашингтон, Ванковер, церковь, дом отца, пастырь церкви Виктор Лебедь. Вроде как бы вся информация. Ну, а кому нужен телефон, то уже могу дать после. Братья и сестры, пожалуйста, найдите место писания, Ивангелем Матвея, 5 глава, мои стихи для проповеди, это 10-12. Пожалуйста, писание нас должно быть в руках. Мы живем в такое время, когда операторы в собрании очень нам помогают, высвечивая для всех, чтобы было видно. Но, тем не менее, книга Библия, и каждый христианин имеет право на нее, желательно, чтобы она всегда была при нас. Операторы не всюду будут ходить за нами, если нас кто-то спросит, что нам нужно что-то ответить. А если мы привыкаем к экрану, знаете, мы тогда плохо ориентируемся в писании. Хорошо, когда мы знаем, где какая книга, чтобы мы примерно могли открыть, когда надо, и найти нужное место писания. Для этого я прошу, давайте мы будем всегда носить Слово Божие с собой. Вы знаете, Писание, книга Библия показывает нам две горы. Две горы, на которые восходил Бог, сходил Бог. Вторая гора, на которую восходил Сын Божий Иисус Христос. Первая гора упоминается в Священном Писании, в Старом Завете. В третьем месяце, по своем выходе из Египта, народ израильский вошел в Синайскую пустыню. И это был день как бы полной луны. И вот, находясь вблизи горы Синай, Бог говорил к Моисею. И предложил нечто сделать, что впоследствии евреи из поколения в поколение передавали. Передавали своим детям, внукам то, что Бог им в свое время показал. И так Бог пригласил Моисея взойти на гору, а народу определил место вокруг горы. Но еще до того, как они готовились к этому, предшествовавшему этому освящению народа, освящались священники. И к третьему дню, о котором говорил Господь, народ должен был подойти к подношью горы. Рано утром третьего дня были молнии, были громы, было густое облако над горой, и был протяжный трупный зов. И народ, еще находясь в стане, был в большом страхе и трепете. Потом Моисей вывел народ к подношью горы, где была черта, которую им нельзя было проходить, ну, перейти. Но я думаю, что, наверное, никто и не стремился. Народ был в большом страхе. И гора колебалась, и дым густой, как из печи, подымался вверх. И трупный зов все усиливался, и весь израильский народ был в большом страхе. И там Бог давал законы, постановления для Моисея, скрыжали он получил. Это гора Синай. Итак, вторая гора, которая говорится нам о ней в Новом Завете, написано, что Иисус, увидев народ, взошел на гору, сел, приступили к нему ученики его, и он, отвергши уста свои, учил их, говоря. Итак, представляем себе гору, множество народа, стоящего за спиной Иисуса, за спиной учеников или пред лицем их. Иисус сел, и приступили ученики к нему, и он, отвергши свои уста, учил их и говорил. Это мы сегодня на горе с вами, это Елеонская гора. Итак, братья и сестры, нету молний, нету грому, нету трубного звука, нету колебания горы, нету черты, я думаю, что народ, который там был, очень близко подошел. Им хотелось слышать все, что говорил Иисус. То, что говорил Иисус, мы называем Нагорной проповедью. И Иисус говорил очень серьезные вещи, и народ весь очень внимательно слушал, и слушали ученики Иисуса Христа. Что говорил Иисус. Итак, из этого проповеди Нагорной я прочитаю пару стихов, 10-12 стих из 5 главы Матвея. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Отрывок из всего того, что Иисус говорил, это я возьму в основу своей проповеди. Когда-то на Украине, очень давно, в наше собрание сельское, жили мы под городом, приехал к нам в гости один брат. Ну, как бы, ничем не привлекал. Знаете, ничего такого, чтобы обратить на него внимание. Простой, скромный человек зашел в наше собрание. Ну, учитывая то, что раньше собрание мы проводили по домах, знаете, сегодня мы вот в таких собраниях, иногда после собрания спрашиваем, а брат Василий, там, сестра Мария, были, то что-то их не заметил. Знаете, такое бывает. А кто-то говорит, видел, видел, сидела там сзади, знаете. А вот, когда мы собирались по домам, там каждый человек был на виду. Каждый, кто зашел, его видно. Видно, сколько деточек с ним зашли. Видно, как брат был одет или сестра. Ему говорят, садись здесь. Да нет, я вот здесь сяду, знаете. Все были на виду. Такая, как домашняя церковь, как мы сегодня иногда по отделениям, по церквях собираемся, братьев и сестер, для общения. И вот такой брат незаметный пришел, сидел. И вдруг, знаете, что-то произошло. Начали с интересом поглядывать на этого брата. Молодежь присматривалась. Оказывается, пастыр церкви шепнул молодежи, что этот брат в свое время за Господа получил 25 лет. И сразу, знаете, всем было интересно посмотреть на этого брата. После собрания пастыр церкви устроил общение, и с этим братом молодежь пригласили там, не помню, где-то у кого-то было на дому, и за чаепитием брату задавали вопросы. Как он получил этих 25 лет? Как он их вообще отсидел? Но он все не отсидел, там была какая-то омиссия, но я вот не помню, сколько он отсидел. Но то, что он по приговору суда 25 получил, да-то да, я помню. И расспросили его, как было. Он говорит, ну нас судили группу братьев. Говорит, я сидел на суде, я почти ничего не понимал, что хотят. Ну нам задали вопрос, я ответил, что я христианин, я верующий, я то сказал. А дальше какие-то вопросы задавали, какие-то люди в чем-то нас обвиняли, говорит, я то не понимал. Потом, говорит, уже объявили приговор одному брату, дали 25 лет ему. Потом прокурор говорит, вроде за него и еще за других братьев, я прошу высшую меру наказания. А я, говорит, я сижу, я знаю, что оно таке, высшая мера. Я не понимал, что это высшая мера. Потом говорят, что ты хочешь сказать, какое твое последнее слово. Я, говорит, слышал, что брату дали 25 лет. Я говорю, дайте мне тоже 25 лет, как моему брату. И дали ему 25 лет. И он говорил, что братья, сидящие в тюрьме, была очень тяжелая жизнь. Не все домой вернулись. Один брат в первый же день своего пребывания, там был такой каменный карьер, и одни заключенные разбивали большие камни, другие заключенные на тачках возили эти камни. И по такому трапу дощатому. И он, говорит, с этой тачкой где-то на повороте не смог ее удержать. Тачка из рук вырвалась, полетела с камнями вниз. Он следом за этой тачкой. Говорит, первая мысль, первый же день своего заключения, первая мысль, а впереди еще 25 лет. Братья и сестры, для чего я это сегодня говорю? Знаете, мало об этом сегодня говорим. Привыкли, живем в неплохой стране, неплохо зарабатываем, не заботимся уже о хлебе насушном. Но вот Иисус, как бы к чему-то особенному, готовил своих учеников. И он говорил, что будут возгнать, поносить, всячески неправедно злословить, а вы радуйтесь, веселитесь. Ибо за это будет велика награда. Вообще-то история говорит, что только Йоанн умер в своей смерти. Йоанн, любимый ученик Иисуса Христа. А остальные ученики по истории приняли мученическую смерть за Иисуса, пострадав за Господа, так ушли с земли. История христиан, она такова, что многие, очень многие, страдали за Иисуса Христа. Иногда на свой человеческий разум думаешь, почему оно так? Вот я жил среди людей. В то время, когда мы жили, ну, где-то в 80-х годах, был период, когда преследовали верующих. Что делали? Приходили в собрания, искали собрания, старались так сделать собрания, чтобы власть не знала, но выслеживали. Их интересовало, вообще-то, три человека. Хозяин дома, проповедник, который проповедовал, ну, и пастыря, если знали. Вот эти три человека зачастую получали штраф. И нам запрещали сходиться. То, что попадала власть к нам в собрания, и переписывали, сразу слух шел по всему селу. Знаете, все, что происходило в селе, люди знали. И я вам скажу, что реакция людей была не в нашу пользу. Народ в селе всячески злословил верующих. Та пора их уже давно повывозить, посудить, что только не говорили. И вот я думал, ну, почему так происходит? Почему люди, которые, говорят, хотят честно жить с окружающими людьми, которые никогда не позарятся на чужое, которые всегда придут тебе на помощь, но почему ты злословишь этих людей? В 80-й год, ну, в 79-м я женился, вот там село, откуда моя жена, но я с одной стороны города жил в селе, а она с другого. И там мы переезжали к ней в село, и уполномоченный по делам религии по Черновицкой области, по-моему, Подольский его, там был Нагорный и Подольский, а он собрал собрание в колхозном клубе и сказал им за меня. Говорит, вот тут от вас, говорит, ну, как бы девчина выходит замуж, или вышла уже, или он знал, что мы переезжаем, вот я уже не помню до точности. Но он говорит, вот смотрите, что получается. Когда наши солдаты, говорит, защищают родину, он отказался служить в армии, ну, назвал мою фамилию, имя, и говорит, мы его судили за это. А верующие, ему купили машину. Я, правда, не помню, какую машину, спросил как-то недавно, женой, какую машину, он говорил, нам купили. Она говорит, я не помню, мне что-то кажется, Волгу. Но вот эта клевета, она не прижилась, потому что никто ко мне не приходил, никто мне не спрашивал, где твоя машина, что тебе верующие купили. Я в то время ездил на мотоцикле, и долгие года. Но вы знаете, иногда приживается. Один брат жил в селе, подобно нам, и как-то он на велосипеде по полевой дороге ехал, ну, крутил педали. Его догоняла машина, он остановился, отошел в сторону, и как-то мельком он заметил водителя, и по тому, как машина ехала, грузовая, он понял, что водитель пьян. И такая мысль, как бы чего ни случилось. И он дальше сел на велосипед, дальше крутил педали, проехал там пару километров, и действительно случилась беда. Пьяный водитель наехал на человека, и человек этот умер. И там уже некоторые люди, кто на поле был, кто побежал в село, рассказал, уже собрались люди, водителя забрали, пьяного, машину забрали, мертвого человека увезли, потом возбудили уголовное дело, начало следствия, и был суд, и вот этого же брата нашего качества, как свидетеля, тоже позвали. Но на суде водитель сделал следующее заявление. Он говорит, я вот ехал по полю, но на велосипеде вот эта штунда передо мной, и влево, и вправо, никак не давал мне объехать, я никак ничего не мог сделать, из-за него я убил человека. И в зале поднялась такая волна негодования. Судья, конечно, заявил, говорит, мы тебя судить не будем, там не было свидетелей, но, говорит, я чувствую, что человек правду говорит. Ты, наверное, хотел своему Богу кого-то принести в жертву, поэтому ты так ездил, чтобы ты знал, человек пойдет в тюрьму из-за тебя. Брат сказал, я даже близко там не был, но никто ему не верил, никто его не слушал. и водителя судили, а все проклинали нашего брата. И он впоследствии говорил, я не могу выйти к колодцу по воду, меня соседи проклинают, я не могу пойти в магазин, даже школьники, идущие в школу, и то мне что-то вслед говорят. И с ним встретился как-то мой отец, и говорит, брат, ну а почему ты тут живешь? Уедь, уедь отсюда. А он сказал, брат, а если это мой крест, куда я от него денусь? И он никуда не уехал. Итак, место Писания, которое я прочитал, Иисус говорил, вас будут гнать, поносить, и всячески злословить. Это он заранее предупредил. И в жизни это все подтвердилось, в жизни христиан. И еще много-много можно на эту тему говорить. Но я хотел бы конкретно обратиться к этому местописанию, и чтобы мы увидели положительную сторону того, что сказал Иисус. Иисус заранее сказал, и еще сказал, радуйтесь и веселитесь, как бы неуместное слово, да? И дальше так гнали и пророков, живших прежде вас. Вот смотрите, давайте посмотрим, напомню еще такое местописание, Филиппийцам 1.29. Нам дано не только веровать, но и страдать. Тот, кто написал эти слова, он сам прошел этим путем. Апостол Павел нам дано. Что такое дано? это не то, что пришло, Бог знает откуда, не знаем чего. Дано это как какая-то привилегия, которую дает Бог детям своим. И показывает, что мы на одном уровне с пророками, которые жили раньше нас. И за это идет великая награда. представляете, о те мужья Божьи, которые раньше когда-то жили на земле, в их числе апостол Павел, которого из нас многие мечтают увидеть хотя бы краем глаза, посмотреть, какой апостол Павел? Да он сам тебе подойдет, он сам тебе скажет, слушай, я знаю твою жизнь, я знаю, как тебя поносили в городе, в жиле соседи, я знаю, что ты перенес за Христа, а ты знаешь, у нас много общего, мне тоже пришлось. И Иисус говорит, что будет большая награда, большая награда, нечеловеческая, все цари, все короли мира этого не могут сложиться на одну награду, чтобы она была по оценке той, что Бог готовит для своих. Я не знаю, что там такое есть, но Дух Святой через Писание говорит, что глаз не видел, но Духом Святым открыто немножко, что нас ожидает. Когда моего друга Бог забрал, то осталась большая семья, а он был очень хороший в церкви, он всем помогал, он одновременно помогал в нескольких молитвенных домах строил, не за деньги, вечерами, днем работал для семью, а по полночи, а иногда до утра по домам молитвы, там помог, там помог, верующим, когда надо, я знаю, что, когда он умер, он мой одногодок, когда он умер, то соседи наши православные, как услышали, что он умер, они плакали громким плачем на улице, какого человека среди нас не стало, он был пчеловодом, и там она ему, соседка, сказала, что, что-то мужу моим проблема, он говорит, я вам помогу, сразу привез им пару банок меда, там пельцу, и, ну, что, что нужно, и она говорит, какой человек умер, и вот, когда его не стало, это в церкви была большая трагедия, прошло несколько дней, и одна маленькая девочка говорит, я видела сон, я видела, говорит, дядю Флори, его так звали Флори, и говорит, он был очень красиво одет, он был в такой красивой одежде, он был такой, ну, веселый, и, и, я не помню, что там еще, спросили его или что, то он сказал так, то, что здесь есть, никакой цены, не имея здесь то, что было на земле, и никто, находящийся здесь, не согласится пойти на землю, братья и сестры, великая награда нас ожидает, будем служить Господу, мы не знаем, что нам принесет завтрашний день, чем закончится сегодняшний, мы не знаем, что в этом государстве может отношение другим стать верующим, но мы должны сохранить верность Господу нашему Иисусу Христу, за это ожидает нас великая награда, и все поношения, и все гонения, все, что придется пострадать за Христа, Он лично Сам отблагодарит нас за это. Ему вечная слава, хвала за все. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok